Друзья, биржа BitGet совместно с нашим каналом запускает торговое соревнование во всех фьючерсных парах с гибким призовым фондом. Короче, чем больше нас с вами трейдеров соберется с хорошим объемом, тем больше будет призовой фонд. 13 дней еще до конца соревнования уже открыта регистрация и сразу начинаем рубиться. Короче, переходите по ссылке, регистрируйтесь. Вот такие вот призовые места будут, если призовой фонд будет штука, но опять же от объемов, скорее всего, призовой фонд увеличится до 2-3 или 4 тысяч. Соответственно, призы тоже будут по 500, по 1000 и так далее. На этой странице соревнования каждый сможет мониторить свой PNL, торговый объем и рейтинг. И по итогам подведения итогов, если можно так сказать, будут вручены награждения в криптовалютах. Обращаю ваше внимание на то, что только рефералы CryptoCommons могут участвовать в данной акции, так что проверьте, что вы зарегистрированы по нашей ссылке. Если у вас уже есть аккаунт на бирже, вы можете завести другой без KYC, просто на e-mail. Вот и встретимся на соревновании. Всем привет, вы на канале CryptoCommons, ребята, и я хочу сегодня обратить ваше внимание на биткоин и на уровни Fibonacci. Если вы являетесь подписчиком нашего канала, то вы, наверное, помните, что мы говорили об этом уровне Fibonacci 0.78.6. То есть это очень сильный уровень, который статистически оказывает мощное влияние, в данном случае поддержку, если мы находимся в аптренде, да, либо, соответственно, если мы в даунтренде, то уровень сопротивления. Короче говоря, это статистически очень сильный уровень, так же, как и уровень 0.61.8, который является золотым карманом. И смотрите, что у нас здесь с вами произошло. Два месяца назад, в середине ноября, мы пробили этот уровень и ушли ниже, под него. И уже дважды его снова тестим, как сопротивление. Посмотрите, сейчас второй раз тестим. Значит, о чем это нам говорит? С одной стороны, это, конечно, плохо. Когда уровень пробит вниз, это сигнал слабости, да, это значит, что мы идем еще дальше, ниже, грубо говоря, к какому-то следующему уровню. Но, ребята, давайте все-таки не забывать то, что мы упали с вами уже на 77%, и, грубо говоря, падать дальше безоткатно куда-то, ну, уже не то, что некуда, но это просто рэр. То есть, это просто редкость будет какая-то из ряда вон выходящий случай, который, конечно, тоже мы не можем отрицать. Но, тем не менее, у нас тут с вами вот такой падающий клин, куча индикаторов, метрик типа, вот, опять же, сайфера, которые говорят о том, что сейчас будет отскок. Так вот, давайте вернемся все-таки к уровням Фибоначчи и посмотрим, пробили ли мы действительно этот 78 уровень или нет. И для начала я хочу вам показать альтернативный вариант нанесения сетки Фибоначчи не от коронадампа, как я делал, от закрытого импульса, а раньше, от дна медвежьего рынка в районе вот 3300. И также сместив хай, сместив верхнюю границу от второго пика к первому, где, на самом деле, по многим альткоинам был действительно пик. То есть, вот этот перехай биткоина и эфира, это была тоже редкость, потому что, в основном, все пошло здесь вниз. Посмотрите на Ripple, там, на BNB и так далее. Вот, поэтому смотрите, если мы наносим так Фибу, то здесь мы с вами видим уже, что да, совсем другая история. Здесь наш уровень 78 смещается ниже, и мы как раз прямо сейчас его и тестируем. И дальше, ребята, то, что я увидел, мне просто сорвало крышу. И я считаю, что это достаточно ценная информация для вас в плане понимания отношения биткоина к альткоинам. Смотрите, сначала я открыл график Тесла. Я открыл график Тесла, и вы скажете, вроде бы, при чем тут Тесла, Гриня, это же вообще не крипта. Хотя нет, ребят, во-первых, Илон Маск, это уже, то, что Илон Маск, это уже почти крипта. А во-вторых, обратите свое внимание, что после отвесного падения Теслы на 75%, да, те же 75%, где она сейчас находится и потенциально встречает сильную поддержку. Как вы думаете? Правильно, на 78 уровне Фибоначчи. И я думаю, что этот уровень может оказать сильное влияние сейчас на цену, и цена отскочит хотя бы до 0.61,8 Фиба. Теперь возвращаемся на биткоин. Только не на биткоин, а на график Тотал. Тотал – это капитализация всего крипторынка вместе с эфиром и альткоинами. Ну, точнее, всех топовых, по-моему, 100, топовых 100 альткоинов. Посмотрите теперь внимательно, ребят. Накидываем сетку, и видим, что мы удерживаем точно 78 уровень Фибоначчи. Посмотрите, ребята. Точно 78 Фиба. Теперь внимание, если мы посмотрим Тотал 2. Тотал 2, ребята, это график всех альткоинов, включая эфир, но без биткоина. Что мы с вами видим? Альткоины парят над 78 уровнем. Посмотрите, мы не дошли до 78 уровня, примерно 9%. О чем это нам говорит еще раз? О том, что альткоины сейчас в моменте, как бы они ни казались дешевыми и перепроданными, но они в моменте чуть более перекуплены на 9 условных процентов в соотношении с биткоином, который вместе с альткоинами удерживает сейчас точно 78 Фибу, а отдельно от альткоинов упал под 78 Фибу отдельно биткоин. И на мой взгляд сейчас находится в ложной вообще территории. То есть вот это все ложное. Но на самом деле вообще в самом просто подземелье, я бы сказал. Вот. Или под водой. Потому что смотрите, друзья, если мы сейчас рассматриваем отскок до 0.61 Фибы, 0.61,8, да, золотой карман, то это, чтобы вы понимали, уже 28 тысяч долларов, друзья. А если мы отскакиваем с вами дальше, что статистически обычно происходит, и закрываем часть этого падения, и возвращаемся к своим средним значениям, то есть 0.5 уровень Фибы, это, друзья, 36 тысяч долларов за один биткоин. Я понимаю, что сейчас для многих это кажется нереально, и многих просто ликвиднет там, кто будет шортить это дело. Но в итоге, по факту, вспомните сами. Еще не так давно биткоин стоил эти 36 тысяч долларов, и 69 стоил. Поэтому, ребят, я думаю, что сейчас у нас время просто расшесноснейших возможностей. И при этом, как я уже сказал, я думаю, что биткоин в моменте сейчас начнет отскакивать сильнее. То есть в целом, конечно, я еще жду, что альты себя покажут, соответственно, доминация BTC упадет. Но, возможно, это будет сейчас через более серьезный отскок, что-то типа вот такого. Или, я не знаю, может быть, даже что-то повыше, но потом туда. В общем, будем смотреть за альтами, за биткоином. Вот. А для реалистов я еще раз повторяю, что отскок до 0.618 Фибы, это всего лишь отскок с проколом чуть выше недельной сетки EMA Ribbon. Это абсолютно здоровая история для битка. Вот. Или это как раз отскок точно до верхней границы месячной сетки EMA Ribbon. Обычно мы статистически отскакиваем выше этой сетки. Так что, поэтому я и говорю, что тут может быть уровень и 40 тысяч долларов спокойно достигнут. Тупо в рамках тех отскока. Ну, в общем, такие дела, ребята. На этом все у меня на сегодня. Это был быстрый обзор насчет уровней Fibonacci. Позиции все держу. Плавно разгружаю. На байбите все без изменений. На битгете хочу сакцентировать ваше внимание еще раз, что обязательно. Обязательно переходите по ссылке, заводите новый аккаунт и добавляйтесь в турнир CryptoCommons BitGet. Как вы понимаете, это наше локальное состязание, так что участников будет в любом случае не миллион. Соответственно, высоки шансы на победу. Поэтому давайте торгуем аккуратно. Всем профит ролик, хорошего настроения и до следующего стрима или видео. Пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова